Всем зрителям и подписчикам канала Ройского судьбы привет! Сегодня у нас 5 июня, 18 год, сегодня будем строить теплицу под названием Копелька шириной 8, длиной 12 метров, пока что разгрузились. Это у нас основание здесь уже готово из бетона. Сейчас начнем работать. Стройка у нас в самом разгаре, половина каркаса готов, там половинка торца уже прикреплена, сейчас вторую будем крепить. Работа кипит. Газ у нас растет, растет быстрый торец, стоят все арки, сейчас их будем скреплять окончательно между собой. Пока готовим второй торец. Идет сборка второго торца, зашиваем его на земле. Каркас мы собрали, осталось установить еще несколько прогонов и закрепить его к бетону и начнем крыть поликарбонатом. Каркас у нас выровнен, закреплен. Сейчас установим верхний конек, нижний отливы и следующий у нас шаг, это покрытие поликарбонатом. У нас начался второй день работ. Возведение петлики, 8 на 12, сейчас будем устанавливать фрамуги, затем уже накрывать. Продолжаем работать, начали закрывать стены, начали с дальней стены. Тереста пока кинули, сейчас еще один готов у нас. Бросаем, параллельно у нас каркасы варятся под фрамуги. Половину теплицу мы накрыли, это дальняя часть, сейчас будем ближнюю половинку накрывать. Накроем, закрепим и на сегодня наверное все, больше не успеем. Останется у нас закрыть двери и врезать фрамуги. Подробности далее. Вся теплица у нас покрыта, сейчас мы прокручиваем, пробиваем крышку, клеим профиля, точнее клеим ленту, устанавливаем профиля по низу. Такая мелочевка началась. Окончательно сейчас закрепим листы и на этом все на сегодня. Все, стены мы покрыли, прокрутили все. Что у нас осталось? Осталось врезать фрамуги, но это уже не сегодня и разобраться с дверями, это тоже не сегодня. Сегодня у нас третий день работ по монтажу теплицы. 8 на 12. Сегодня мы врезаем фрамуги, вот видим две снизу, одна сверху у нас, на другой стороне наоборот две сверху, одна снизу. Такие интересные фрамуги получились по просьбе клиента. Фрамуги у нас есть двойной, достаточно герметично. Вот так это все выглядит изнутри пока. Параллельно ведутся работы по благоустройству. Укладывается плитка, утепляется фандами. У нас промуга изнутри. Идет планочка с резиночкой. Наружный нахлёст у нас от воды, внутренний, до герметичности. Один варит, другой красит. Вот у нас готовы термоприводы, установленные на фрамуге. По месту варились такие уши, почему-то ставятся термоприводы, потому что фрамуга немножко заулена у нас. Вот так вот она будет открываться максимально. И потом закрываться. И верхние фрамуги у нас тоже сейчас доделываются. Осталась одна. Оснастить ее термоприводами. И будем закрывать двери. Верхние фрамуги мы тоже все доделали, установили термоприводы. Смотрится все очень красиво, мощно. Завершился монтаж теплицы. Капля. Форма у нее капля. Так это фермерская. 8 на 12. Плод 10 поликарбонат. 10 имеется ввиду толщина 10 миллиметров. Пойдем смотреть, что внутри. У нас каркас из трубы оцинкованный 30 на 30. К бетону все закреплено. А тут уже ребята утепляют. Я уже повторился. 6 фрамук на всю теплицу. Особым способом они у нас сделаны нынче. Герметичным. Непродуваемым, непроливаемым. По спецзаказу, так сказать. Первый опыт. В принципе, уже все рассказывали. Поликарбонат у нас 10 миллиметровый. Наверное, восьмая плотность. Такой прочный, жесткий. Настоящая зимняя теплица получилась. Промоги все с термоприводами. Теплица у нас пристроена, получается, к гаражу. Там видели вход. Вот так это выглядит снаружи. Просто сделано примыкание. Далее его будет утеплять. Скорее всего. Классная такая большая конструкция получилась. У меня на этом все. Ставьте палец вверх. Задавайте вопросы. Пишите свои комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok